о той работе которая выполняет люди друзья мои как это по большей части ужасно вот чему я хотел посвятить вот это 10-минутное видео но конечно для кого как смотря как на это смотреть но ребят здесь вариантов немного как на это смотреть на это можно смотреть следующим образом как сказал мой друг я принес на работу свое тело и 5 часов вечера я это тело оттуда унесу в широком смысле слова вот таким образом не думать что за работа зачем то есть ты пришел воткнулся значит как этот самый как бур который в скважину воткнулся и значит до конца рабочего дня ты будешь а потом идешь и не думаешь и отдыхаешь вот и все не думай что за работа ради чего почему уместно и не уместно ли это работа в 21 веке ребят я смотрю практически практически на очень многие на большинство работ я смотрю очень печально порой с желчным сарказмом но чаще всего просто на пусту печальные безысходно печальный безысходно ребятки это то что в общем относится ко всему какая-то там топ-менеджеровая должность для меня это печально кассир в пятерочке это вот если сравнивать конечно кассиров пятерочки топ-менеджеровую должность то естественно 2 выиграет потому что во втором случае ты хотя бы имеешь возможность там заглянуть в книгу пообщаться с кем-то просто пусть посидеть подумать как-то и и к тому же это все-таки не не нарушает человеческого достоинства это тебя не вбивает как гвоздь понимаешь вот изнуряющая совершенно тупая не ведущая никакому самосовершенствованию работы и такой работы сейчас заняты очень многие до сих пор то есть вот на днях когда собирают дожди вчерашний день был вчера это было вчера у меня был день осознания того что эмиль золя ребятки а имели заря золя я писал по человеческие мытарства на рабочем месте и кстати очень много он писал по мытарства женщин очень он такой писатель за женщин вообще эмиль золя по крайне мере раньше раньше действительно это имело место быть сейчас я бы писал бы за мужчин все-таки по большей части потому что то что я наблюдаю я извините наблюдаю женский беспредел но часто он оправдан конечно всех свои какие-то есть оправдание но факт то что ребят еще раз надо это обозначить иметь золя описывал фабрики вот это вся техническая революция когда много множество людей в цеху в поту по 12 часов в день выполняла монотонную страшную монотонную работу которая не ведет никакому самосовершенствования ничего не дают ни уму ни душе а просто выматывает тебя когда у людей нет никакого достоинства когда по сути это рабы просто-напросто понимаешь и вот к сожалению сейчас мало что изменилось сейчас очень много людей работать на производстве что в двадцать первом веке когда все должно быть автоматизировано это как говорится совершенно невозможно понятно что я меняшь социолог вообще социолог любой это очень уязвимая профессия уязвимое поле до мышления потому что в общем-то социологические размышления не часто чаще всего это выброшенное время потому что не знаешь всей картины целиком то есть вот этот формула максима которая звучит мы всего не знаем это чистая правда мы действительно всего не знаем и действительно есть такой момент про это говорят многие поэта кстати этим наверно себя утешают владельцы предприятий ну типа что с людьми иначе нельзя иначе он типа попадет как у нас там кое-кто сказал да иначе он от пьянки пропадет а так хоть какая-то польза но я это не приемлемо я так не считаю я считаю что если с людьми иначе нельзя тогда придумать это для них какое-то тем не менее плодотворное занятие чтобы человек развивался понимаешь так они чтобы он говорится тупил окончательно ну вот понятно что каждому свое кто-то для кого-то идеал быть туп менеджером он как говорится возможно так сказать прилагает к этому усилия там идет устраиваться какую-то компанию постепенно растет по службе и вот оля-ля через лет 15 он топ менеджер как раз таки лет 45 48 и вот еще молодой мужчина при должности все жизнь состоялась правильно но я тебе скажу что это чувак прошел довольно большая редкость в наших краях молодец он как говорится следит за собой у него мускулистый красивый торс почему нет я к этому отношусь как раз очень положительно ну в общем вот так понимаешь то есть теперь всю тему целиком я сейчас не раскрою ну вот а как в моем случае как бы я смотрел на все как я на это смотрю вот допустим я сотрудник компании и о-ля-ля 45 лет 50 я стал топ менеджером то есть у меня зарплата там 300-500 тысяч значит кредит мобиль квартира в пластмассовом в центральной части города Москвы ну или где-нибудь как я не дам на днях был в Битцевском лесопарке там человек стоит прямо на краю Битцевского леса этого маньячного ужасного по сути ну и как говорится для них вид из окна прекрасный то есть ты живешь в столице с видом на лес и все и жизнь жизнь удалась нет для меня это определенно нет то есть мне это неинтересно абсолютно неинтересно в итоге конечно понимаешь что в итоге в итоге такой как я вообще остается ни с чем и вот этому и посвящен мой канал я прекрасно предвижу что я останусь ни с чем прекрасно это предвижу и я посвящаю этому каналу о это великолепные вкусноты великолепной водности кофе да потому что вот ребят вот это тоже вот это тоже абсолютно бесполезно Стивенсон пишет в каком-то великий британский писатель здесь каждое слово на вес золота каждое слово он пишет что все мои одноклассники уже преуспевающие ну как бы устроившиеся по жизни семейные люди значит и так далее а я по-прежнему являюсь автором великого романа у меня никого ни двора вот перед вами этот пример ребятки вот он этот пример сидит вот он этот пример сидит я тоже являюсь автором вот я не знаю насчет великой я думаю что очень крутой книжки до которой нет никому дела и в общем все то же самое да все абсолютно то же самое ребятки и поэтому понимаешь поэтому мне виднее поэтому я тебе и говорю в чем проблема а проблема заключается в том что и решение этой проблемы в том что все измеряется богатством твоей души твоего интеллекта вот это богатство принципиально важно а не не должность не что-то там понимаешь вот это все удивительно скучно это непроходимо скучно то есть нужно стремиться именно к этому обогащению этого главе угла нифига блин у него каковаж да ладно без комментариев в общем ребят ну короче что я скажу в заключении в заключении скажу что я с уважением отношусь к рабочим профессиям понимаешь кофе вот кофе который я пил в шоколаде он собирается руками и людьми абсолютно задаром то есть по сути дела батараками на плантации бедными женщинами и бедными мужчинами которые целыми днями в жару на жаре стоят и собирают руками кофе кофе, чай, рис вот эти непосредственные блага понимаешь ну понятно что допустим сантехник в Москве или электрик тоже рабочая профессия зарабатывает неплохо но на производстве вот непосредственно очень многие значит люди которые занимаются непосредственно производством того блага за счет которого живет общество они мало получают и они находятся в униженном положении ладно бы еще мало получают они находятся и в униженном положении и они это изумительный эпизод она хочет носить кольцо в носу понимаешь? я ненавижу тебя, ненавижу молодец, молодых ну короче поняли меня, да? то есть мало того что это абсолютно отупляющее дело, которое если ты на производстве то ты просто выполняешь механическую работу по 10 часов в день все как в романах Эмили Золя но главное что главное что человеческое достоинство унижено что унижена личность человека личность которая у каждого человека космическая каждый человек это отдельная планета к которому нужно относиться с почтением именно с почтением что у нас может быть теме что у нас мы